Друзья, есть такой, ну он называется не центр, а ЦПЭ, Центр противодействия экстремизма. Это люди как раз должны по закону заниматься террористами, экстремистами, людьми как раз кто звонит и объявляют ложные взрывы. Ну, наверное, вот этими людьми они должны заниматься. А занимаются они на практике оппозиционерами, экологами, активистами, людьми, которые выражают свою гражданскую позицию. И с недавних пор школьниками и студентами. Потому что именно школьники и студенты начали ходить на митинги. А ЦентрЭ, я себе как это представляю, из Москвы там звонят по регионам, говорят, что у вас такое тут на митинги, экстремисты ходят? Как это вы проглядели? И они начинают, ЦентрЭ весь начинает нападать, на кого вы думаете? На школьников, на учителей и на родителей. В свое время учителя и родители, учителя, давай к этой теме, сейчас мы времся, что у нас с учителями и родителями, они сейчас хотят сделать уголовное, внести в ЦентрЭ внес такой законопроект, даже не законопроект, а такую инициативу. Как бы так ответственность переложить себя на учителей или на родителей, чтобы они несли ответственность за школьников. Вот мы такие отголоски того, что может быть, уже видим в Хабаровске. У нас есть видеозапись, как учитель Хабаровской школы разговаривает со школьником, который, что у нас, есть, я знаю, есть, разговаривает с родителями, и родители, ну давайте мы послушаем, а потом послушаем и обсудим. А деятельности господина Наталья, вы въезды, простите, меня ходят. И я тебе предупреждала, что мне такие с индивидуальные учреждения не нужны. Не прошло 5 месяцев с начала занятий, чтобы не устраиваться на активные действия. А можно вопрос? Нет? А ты, ну не хотите? На каком уроке это произошло? Чего здесь урока? Это не урок! Чего здесь урока? Кто это может подпишись? Нет, подождите, это получается, у нас разговор ведет, скажем так, конкретно факты какие-то. И люди, и люди, и факты листовки. Пожалуйста. Мы обратились к классу, класс не в курсе. Учительница. Где эта учительница? Подождите, скажите. Вы знаете, давайте, пожалуйста. Кого он взял? Вы говорите, что учительница агентируется? Подождите, подождите, подождите. Скажите мне, пожалуйста, вы сейчас сюда решили, если вы ему решите и доказательствует, что можно бороться? Совсем это не так, и фамильные аномалии в нашем доме не произносятся? Я вообще не пасти. Мы не взяли, простите меня, с управлением образованием, я вам говорила. В этом фотографии, тут с запросом, чей или что-то, является организатором штаба Навального в городе Кабарске. Он организатор штаба Навального? Да. Это информация? Ему 17 лет. Закон Российской Федерации, он не может являться организатором. Да, господа. Как вы говорили. Скажите мне, пожалуйста, вот у меня к вам вопрос. У вас ко мне вопрос, который звучит, а у меня к вам вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вы что хотите, чтобы у вас ребенок спокойно научился, и занялась собирать оттуда в безопасности, потому что я не могу детьми на верность именно с этой стороны. Вот эта директриса, которую вы сейчас все слышали, она является членом Единой России, как неудивительно, кто у нас несет всякую фигню в стране и не занимается своими делами, а занимается непонятной, неведомой, не знаю, штуками. Она прекрасно фраз сказала, я тебя предупреждала, что мне такие финди-боберы в учреждении не нужны, и поэтому Коля у нас до эфира придумал замечательный вопрос, что такое финди-боберы. Это был мой главный вопрос на сегодня, что такое финди-боберы, знает ли кто-то из вас? Люба, зачитывай варианты ответа, потому что для меня... Животное, герой эпосы или неведомая фигня. Проголосовать можно в ВКонтакте и в Твиттере, отвечайте, потому что мы с Колей не знаем, что такое финди-бобер, о котором знает член Единой России, директор школы, которая учит родителей и учеников, куда можно ходить, а куда нельзя. Вот ты какая, ты до этого мне сказал, что ты знаешь финди-боберы, только для меня была загадка. Ну ладно, посмотрим, знает ли Люба. Она сейчас напишет мне ручкой свой вариант, а я, по-моему, проверим с вашим. Я, честно, гуглила, я не нашла этого слова, и поэтому я тоже не знаю, мне будет интересно узнать ваше мнение. Но вот если убрать все шутки и поговорить по-серьезному, то сейчас, вот, Коля упомянул скользь про начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД, а на самом деле эта тема очень важна, потому что чем занимается Центр ЭА? Тем, что выступает на заседании Совета по правам человека при президенте России. И что вы думаете, он какие проблемы озвучил на Совете по правам человека при президенте? Ну какие, Люба, что там, у нас, может быть, страны НАТО нападают на нас? Нет. Или телефонные террористы все-таки реальность? Ну или какие-то исламские террористы захватывают в нашей страну? Нет. Нет. Он рассказывал, что надо рассматривать поправки, чтобы ответственность усилилась не только в отношении детей, которые не знают, на что идут, он имеет в виду митинги, но и в отношении родителей и даже учебных заведений. То есть он предлагает внести поправки, чтобы полиция могла привлекать к ответственности родителей школьников, которые принимают участие в несогласованных акциях, а также учебных учреждениях, где они учатся. В общем, занимается у нас Совет по правам человека, на котором выступает главный человек по противодействию экстремизму МВД. Ну а чего? Так очень легко. Понимаешь, ты видишь проблему, пытаешься и с ней справиться привычными методами. Начинаешь хватать, сажать в тюрьму, хватать, сажать в тюрьму. Ну всех не пересажаешь, они там двух-трех думали как-то так задержать, штрафы дать. Смотрят, а школьники и студенты идут дальше. И все остальные люди, глядя на них, понимают, что нет никакого страха или опасности, и тоже идут дальше. И они подумали, ну теперь будем бить по больному. По мамке с папкой. И мам с папой и учителя теперь будут нести ответственность. Я вот, Люб, уверен глубоко, что этот закон, обыкновенная какая-то пугла, которые они сейчас будут долго о нем говорить. Многие даже люди подумают, что этот закон принят. Но они, конечно же, не приняты, потому что если принять его, это адский абсурд. То есть это абсолютно избирательно тогда он будет работать. Вот ты, подросток, вышел с правильным, вышел с плакатом на митинг. Виноват. А вот подросток там умрит. Виноват директор. Виноват. Это вообще логики нет. Я вот каждый раз, когда говорится про какие-то законодательные инициативы, там, на советах по противодействию коррупции, на каких-то, не знаю, депутатах, министрах, т.д. Я постоянно хватаюсь за голову, думаю, господи, зачем я изучала 5 лет юриспруденцию в Московском государственном университете. Зачем? Потому что все, что сейчас принимается, и вот это вот озвучивается, это просто идет в разрез со всей логикой. Потому что если нарушает что-то ученик, надо привлекать директора. То есть директор, получается, человек, который вообще, ну, не имеет отношения к тому, что ребенок делает свободное от учебы время. Слушай, а это неплохой стартап. Знаешь, что надо вводить? Надо вводить в школах такой рейтинг, какой из учителей в этот раз отвечает за митинг. И попадет какой-нибудь, знаешь, попадает семьи нелюбимых завуч, да, вот не все ненавидят там Ларису Петровну, там какая-нибудь. И она всех находит, и всю жизнь наррет на всех. Ее ненавидят все. И такой, тадам, выпадает, она ответственная. И вся школа, как один, в едином порыве, идут на митинг. На самом деле они стравливают просто сейчас людей, родители и детей. И преподаватели. Смотри, тут уже какая еще тема? Кто виноват? Родители и преподаватели. И вот теперь родители с преподавателем будут выяснять, кто из них больше виноват. Кто повлиял, школы или родители? И родители школы. И никто не будет смотреть там. Ни на Центр Э, на этих негодяев, которые сажают людей абсолютно ни за что, как это произошло. Вот буквально с политиком на днях об этом мы поговорим. ни на власть, которая довела людей до этих митингов, ни на какие-то там коррупционные схематозы, или вот то, что они там отпускают из-под ареста своих дружков и сажают любых неугодных людей. Родители с учителями будут выяснять, кто больше виноват в том, что ребенок пошел на митинг. Ну, вот это вот Центр по противодействию экстремизма, а меня, наверное, сейчас самих за экстремизм привлекут после этой фразы, но это вот, по моему мнению, это вот, грубо говоря, такая вот глупая охранка. Это люди, которые стоят вот с этими камерами на каждом митинге и пытаются там кого-то снять, где-то там из-за куста выглядеть, чтобы лишний раз посмотреть, кто там прошел, кто не прошел через рамки. Это какая-то бесполезная совершенно штука, которая ни с каким экстремизмом не борется, с которой пытается вот эти вот палочные системы оправдать свои зарплаты, то, что они их не просто так получают, пытаются каждый раз привлечь кого-то там за репост картинки, за какую-то еще штуку, которая совершенно не относится к никаким вот общественно опасным деяниям, которые могут действительно происходить в стране. И они просто вот сейчас вот лишний раз пытаются как бы оправдать свое существование. Мы вот служба по противодействию экстремизму не просто так получаем зарплаты из бюджета, мы действительно боремся. Борются они с кем? С родителями и с учителями. С самыми главными преступниками там, да, в нашей стране. В кавычках, естественно. Мне очень понравился ответ, который прислали в чат. Очень. Финди Бобер — это сводоволюбивая, гордая, мыслящая личность. Прекрасно. Нет, нет. Там вот есть такое, там вернемся мы, там как раз разговор, то есть тоже в чате, разговаривать с родителями как с холопами. Это, кстати, вот еще закон не приняли, а уже, смотрите, учителя ведут себя по-хамски, и уже по-хамски разговаривают не только с учениками, что почему-то вошло как-то уже в привычку, и все думают, что, ну, наверное, учителя могут так говорить. Нет, конечно, не могут они говорить с учениками, это ученик, это уже состоявшаяся личность. Так еще уже с родителями они так разговаривают, там уже таким негодяйским, как негодяи. Родители, правда, тоже молодцы. Записали все. В данном случае родители действительно вступили за своего ребенка, сделали молодцы и правильно сделали, потому что кто будет защищать вашего ребенка, если вот от этого гнета бюрократической глупой системы, проявляющейся в лице какого-то отдельного там учителя или директора. Естественно, родители должны их защищать. Я не представляю, как... Вот они еще очень грамотно, спокойно так отвечали на эти тупые нападки со стороны директора, если бы мне бы когда-то такое что-то сказали. У меня ребенок уходит в детский сад пока, но если вот когда-то такая ситуация случится, то, простите, там... Че ты, кандибобер-то, пострадает? Че ты, кандибобер точно пострадает? Потому что вот совсем мне не хочется, чтобы моего ребенка воспитывали в традиции того, что я знаю, так, ты вот рот закрыл, а я тут знаю, кто тут прав, кто не прав, а кто тут должен ходить куда-то на митинги, а кто не должен ходить. Нет, это наше дело, это мое дело как человека, или дело моего ребенка, куда он будет ходить, а куда он не будет ходить, какие политические взгляды он будет выражать, какие не будет выражать. И вот в этих стратегиях развития образования, всех этих бумажных в рядах того, как должна выглядеть система образования в нашей стране, там записано. То, что должно развиваться критическое мышление, должно развиваться гражданской ответственностью людей. Но все вот это, все эти записанные правильные вещи, постулаты, они разрушаются на практике. Когда вот эти директрисы, они отнимают там листовку, или придираются к какому-то значку на рюкзаке у ребенка, там с новой на 2018, и говорят, что там, тебе это можно, тебе это нельзя, сюда смотри, слышь, там, да, я лучше знаю. Меня просто вот эта тема все время бомбит, не переставая. Сколько новостей появлялось на этот счет, столько раз вот я вот думаю, господи, сдержаться лишний раз нужно, когда я это все слышу, но не получается. Не сдерживайся, Люба, не сдерживайся, мы любим тебя в гневе. Никогда. Поэтому... Я смеялась, когда ты говорил, потому что здесь присылали еще один прекрасный ответ. У директрисы на башке тупой хинди-бомбер. Простите. Ну, что присылают, то и зачитываю. Еще больше школьников раззадорят. Ну, я думаю, что школьников... Раззадаривать уже не надо. Они сами, кого хочешь раззадать. Школьники, это отличные ребята, студенты великолепные, взрослые люди тоже молодцы. Но, если бы мне в школе сказали, не ходи, Николай, куда-то, учительницу накажут, это была бы трагедия. Я бы сидел, что же делать? Как же делать? Куда не ходить? Скажите, куда бежать? Куда не надо ходить? Где? Где? Дайте два. Поэтому, вот инициатива. Все будет хорошо. Хорошо. И, друзья, действительно, как родитель, говорю вам, заступайте всегда за своих детей, будьте на их стороне, что бы они не делали. Они наши дети. Ходите на митинги вместе с детьми. Вот так вот я вам скажу, друзья, если вдруг вы думаете, что что-то, они ходят куда-то не на те митинги. Сходите с ними на митинги, посмотрите на эти митинги. Вот в Астрахань сейчас будет отличный митинг. Кому есть возможность съездить? И все? И никаких проблем? Мне кажется, самое глупое, это что-то запрещать делать людям. Вот это самое глупое, что только может быть. Это говорить, что ты вот это можешь делать, а это нельзя. Нужно обсуждать и делать так, что человек сам, критический мысль, сам принимал какие-то решения, сам думал о том, что если ты с ними согласен, у него должны быть аргументы, почему-то так или иначе говоришь или поступаешь. Поэтому вот этого, к сожалению, нашей системе образования не хватает очень сильно. Директор этот явный, председатель избирательной комиссии, думаете, честно ли она выборы проводит? Ну, правильный вопрос. Здесь очень много негатива, читаю в чате, по поводу учителей. И действительно, очень часто появляется, когда такие новости возникают, у людей ассоциации, что вот эти учителя сначала таким образом «учит» воспитывают, в кавычках, наши детей, а потом они фальсифицируют выборы. Вот такие примеры они подают. Не все учителя, естественно, такие. Ну вот, не все, далеко не все такие. Но когда такие вот истории возникают в паблике, то мне кажется, что и учительское сообщество, оно должно пресекать такие истории, и в своих рядах они тоже должны сопротивляться вот таким историям, которые позорят их работу. Да. Мы говорили сегодня про Мединского, а я как-то давно, ну как давно, на прошлой неделе, на прошлой неделе мая была, рассказывала про Перумова, про практически его зама, которого посадили, которого арестовали за крупные хищения. И он там был под следствием, велось следствие, он, его подчиненные. И тут суд вынес решение. Полтора года. И полтора года уже как будто прошли, и отпустили в зале суда. Многим там фигурантам условно давали. И это все настолько мерзко. Ты, Люба, хотел что-то по этому делу сказать, но я скажу сейчас в начале. Потому что это все, это дело уже, как говорится, практически полтора недельной давности, оно просто такое показательное. На этой неделе дали два года реальных, абсолютно реальных, Алексею Политикову, участнику акции 26 марта, который просто вышел на улицу. И ему дали два года, а людям, которые разворовывают, разворовывают бюджеты, разворовывают, не знаю, как вот культуру, за которую борется Мединский, или там то, на что выделялись деньги. Они спокойно теперь будут гулять, я уверен, займут какие-нибудь почетные должности. Я тут, я просто чат читаю, у меня тут уже накипает, накипает. Мне тут спрашивает Александр Соколов, к старой теме вернусь. Люба, а если твой ребенок будет ходить на митинги молодой гвардии или КПРФ, что ты будешь его тоже поддерживать? Если честно, я очень надеюсь, что когда мой ребенок уже подрастет и сможет ходить на митинги самостоятельно, когда ему там будет хотя бы больше 10 лет, простите, сейчас и 3 года, но вот вряд ли на какие-то митинги может самостоятельно пойти, если только там не показывают мультики со свинкой Пеппой. То я надеюсь, что она будет, естественно, принимать самостоятельные решения. Во-первых, во-вторых, я надеюсь, что никакой молодой гвардии, и надеюсь, и КПРФ к этому времени уже не будет. Я работаю для этого каждый день в фоне борьбы с коррупцией, чтобы этот день поскорее настал, чтобы не было у нас опять вот этого выбора, куда ходить, на митинг молодой гвардии или митинг КПРФ. Я хочу, чтобы этих, не знаю, псевдо-симулякров внутренней политики просто не существовало. Поэтому, но решение будет, естественно, принимать самостоятельно. Я ее именно в этих традициях и воспитываю, что думай сама, своей головой. И они уже думают даже в таком возрасте. Они думают очень хорошо, и поэтому они несут ответственность, на самом деле, сами прекрасно, и осознают, Еще один комментарий. Прости, пока перейдем к этой важной теме. Ольга Кузнецова в том, что ребенок пошел на митинг, виноваты коррупционеры. Все так. Наказывайте коррупционеров. Именно они виноваты в том, что дети выходят на митинг. Берите острую палку и тыкайте коррупционеров. Бейте их. Бейте их. Простите. Сажайте их на сканью подсудимых, судите честным судом, и тогда никакие митинги не будут нужны, потому что будут работать честные суды в нашей стране. Ну, а пока можно распространять это видео, распространять вообще все видеоканалы Навальный Лайф. Мы хотим на лавную кнопку. И данная компания строится только на ваших пожертвованиях. Друзья мои, ссылка будет под этим видео в описании. Обязательно присылайте нам 50, 100, 300, 500 рублей. Это важно. Именно эти острые палки и боятся все эти жулики. Именно она их раздражает, потому что у жуликов самый простой, самый главный ресурс – деньги. Они думают, что если они оккупировали все деньги в стране, то они будут решать, кому выдавать, кому как делать. Но они не могут забрать пока еще все наши деньги, вот его по чуть-чуть. И если мы все вместе будем вкладываться в одно правильное дело, как наказывать коррупционеров, выводить их на чистую воду, вести самую лучшую избирательную кампанию, ничего они поделать не смогут ни с нами, ни с вами, ни с нашими детьми. Давайте понимать, что наше будущее, будущее наших детей в наших руках. И в наших тоже руках с тобой, Коль. Люба так сказала, как у нас общие дети. Нет, нет, дети у нас не общие. Ну и в твои... Соответственно. Субтитры создавал DimaTorzok